В городе над Бугом в 38-й отдельно гвардейской десантно-штурмовой бригаде прошли проводы домой 500 военнообязанных, призванных на сборы. Подготовка офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат запасов в соответствии с распоряжением Генштаба Вооруженных сил Беларуси началась 2 мая. Личный состав был призван для совершенствования навыков. И, как отметил командующий войсками сил специальных операций генерал-майор Вадим Денисенко в разговоре с журналистами, при проведении боевого слаживания военнослужащие запасы – это профессионалы своего дела – при выполнении практических задач показали высокие знания и навыки, приобретенные ранее во время прохождения срочной службы. «Мы за две недели смогли восстановить все их навыки, которые были, и дать новое, все, что касается таких предметов боевой подготовки, как огневая, тактическая подготовка, тактическая медицина, минно-подрывное дело. Цель достигнута в полном объеме. То, что мы для себя оставили, мы достигли. Второй момент, самое главное, наверное, то, что показали, чтобы военнообязанные смогли освоить вот эту новую программу в эти ужатые сроки, ну и показали очень-очень даже хороший результат». А как известно, хороший результат должен быть оценен по достоинству. Поздравить военнообязанных с успешным завершением сборов прибыл председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко. Как отметил глава первого региона, на время сборов в строй стали настоящие патриоты, готовые защищать своих родных и близких, свои дома, нашу страну и обеспечить гарантированное выполнение задач. «Вас сегодня призвали так называемые партизаны. Вы мужики, вы не партизаны. Вы совсем недавно ушли, служив добросовестно в данной бригаде. И только лучших призвали на эти сборы, для того, чтобы в очередной раз вы вспомнили свою боевую подготовку. И надо понимать, самое главное, чтобы она не пригодилась, а страна оставалась целой и независимой. Спасибо вам за службу, за то понимание обстановки. И сегодня командиры докладывают, что ваш боевой дух, особенно десантников 38-й бригады, и как в вашей песне 38-й, да, надо защитить то, что осталось нам от отцов и дедов. Будьте здоровы, езжайте домой, встречайтесь с семьями, и пускай нас хранит Господь, и всегда в нашей стране, в которой будет мир. Спасибо, мужики». По итогам сбора наиболее отличившимся солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам запаса присвоены очередные воинские звания. Вручены макеты боевого оружия, грамоты и ценные подарки за успешную службу. А на предприятиях, где они работают, участники сборов получат денежные премии. «Сборы такие нужны для того, чтобы освежить знания, навыки, умения, полученные солдатами в процессе службы, срочной службы. Во-вторых, для того, чтобы обстановка меняется, меняется боевая подготовка, соответственно, во время этих сборов получается что-то довернуть, приобрести то, что не было в свое время, получено во время срочной службы. Личный состав очень ответственно и добросовестно подходил к занятиям по боевой подготовке, то есть даже, может быть, более ответственнее, чем это хотел, чем предполагалось, скажем так. Они не жалели себя, не жалели своих сил». «На данный момент память освежилась, касаемо каких-то там стрельб, например, тактических каких-то подготовок. В общем-то, сборы, они дают большое воздействие, допустим, на память человека. Все освежается, и как бы руководство батальона было хорошее, занимались с нами плотно, грамотно. Ну и стоит такие сборы проводить». «15 дней были, тактика, боевая подготовка, выходили на выход на сутки в лес. Там было типа нападение, защита, охранение было, ну и всякое другое. Питание нормально, подъем, ну, все как обычно». Уже сегодня военнообязанные прибудут домой встретиться со своими родными и близкими и поделятся впечатлениями от пройденных сборов.